И всем привет, ребят, с вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас будет обзор нового полученного устройства с нашей замечательной мини-игры. Я получил, наконец-таки, своего замечательного пульсарчика, и сегодня мы сделаем на него обзор, посмотрим, насколько он жесткий, посмотрим, насколько эффективно можно его использовать. Ну и корпус для него я сегодня выберу тоже очень уникальный, многим нравится, многим нравится такая быстрая замечательная торпедочка, посмотрим, что из этого получится. Устройство за счет своего критического выстрела наносит статус-эффект, все статус-эффекты сразу, и, соответственно, здесь, по сути, наверное, не важно наносить большое количество урона по определенному танку, то есть я кидаю урон до крита, потом накидываю следующему, 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 и так далее работаю. Я считаю, что эта схема должна приносить плоды, ну и посмотрим, насколько я прав в этом понимании. Если вдруг у меня новоспес здесь не пойдет, то, возможно, быстро переоденемся на какого-нибудь викинга, и попробуем уже на нем. По режиму сегодня будет CTF, попробуем в нем навалить, если получится, то будет очень круто. Если вдруг будет что-то идти не так грамотно и сочно, может быть, сыграем тогда в той же катке на другом корпусе, то есть переоденемся, либо если будет у нас быстрая досрочка, то, может, еще одну каточку сгоняем. Так, ну что, нас закидывает, закидывает на Рио, смотрим, что у нас здесь по устройству противника, никаких пульсарчиков я против не вижу, вижу только Эмми Жигу, вижу овердрайв, который начинает падать, будем пробовать сейчас тушить на этой быстрой суперской контентовой торпеде, что касаемо Рикошета, то он дефолтный без повышенной дальности, ну и посмотрим, насколько большое количество критов будет вылетать с этим замечательным устройством. Так, как только крит вылетел, можно сразу кидать противника, нет смысла его там стараться быстро добивать, просто накинул, как говорится, хорошую плотную тысячечку и все, пусть он там горит, пусть у него там все эти статус-эффекты работают, если он там прожмет аптечку и засейвится после всего этого моментика, то, в принципе, ну пусть сейвится, мне типа не жалко, может решать эпизод в свою пользу. Так, против я смотрю, что тоже такой же самый пульсарчик появляется и есть также вас по рельсу, которые пытаются увозить флаг, будем тоже вытаскивать, попробовать эту замечательную каточку, надеюсь, что получится, ну и смотреть, насколько большое количество критов у нас будет вылетать. Так, бомба моя срабатывает, но меня благополучно уничтожают. Давайте, наверное, даже так, сыграю полбоя на баспике и полбоя сыграю на викинге, да, то есть с викинга с овердрайва, еще посмотрим, попробуем затушить. Критический урон наносит крайне мало урона, сам по себе, но за счет этих всех статус-эффектов, ваша задача это нанести статус-эффект и просто кинуть противника, да, то есть вам не надо там дальше его тушить, да, но пока что, если честно, количество критов крайне маленькое, крайне маленькое, то есть я увидел только два крита за, наверное, полных два баллона, что я накинул, и это, если честно, очень и очень много, мне не нравится, что так, ну, блин, ну, крит после просто у типа 0 хп было, я нанес ему критический выстрел, ну, что это за анлучка, так, пробуем слить харька, но меня тоже быстро уничтожают. Так, наш тиммейт вернёт флаг, да, возвращает, как у нас подбор сразу и пытаются увозить на центр, пытаются увозить на центр, но там 0 хп, типа, наверное, должны его сливать, но у вас пик, ой-ой-ой, тише-тише-тише-тише, братанчик, без этих приколов, а, рикошет, кстати, тоже у этого устройства есть, я думал, что у него еще и не рикошетит, оказывается, еще и выстрел рикошетит, а тоже неплохо. Так, ну, а где мои криты? Где криты? У кого быстрее будет крит? У меня или у него? Офигеть, ни у меня, ни у него нет крита. Ну, мало, мало-мало критов, очень мало критов, очень мало критов, типа, да, если крит вылетает, то устройство жёсткое, но чтобы он вылетел, видите, сколько урона нанести, и то я, типа, накинул там практически фулл баллон по противнику, и ни одного крита я не увидел. А по легким танкам дамажить так прям плотно, ну, особо смысла тоже никакого нету, если честно. Особо тоже это не роляет и не является актуальным. Понятное дело, что если будет против сильный противник, которого вы будете долго сливать, да, нелегкие танки, то это устройство будет работать намного плотнее, намного жёстче, и от него будет больше смысла. Но если играть вот против таких харьков, да, то есть, ну, вот у него будет 0 хп, я ему дам рикошет с критом, да, то есть, ну, и толку, и толку я ему дам. Он и так на мало хп, да, то есть, вот если вот по такому танку я дам крит, то будет супер, то будет это работать, это будет эффективно, это будет жёстко. А по лёгкому танку, ну, ну, вот ладно, хорошо, здесь чуть подпортило то, что, о, ещё один добавка, ну, вот сейчас, ладно, сейчас чётко залетело. Сейчас вот эти два крита очень жёстко залетели, доставочку пусть оформляет, мне, в принципе, не жалко. То, что такой подлак произошёл, конечно, неприятно, но, в принципе, пофиг. Так что здесь очень многое зависит от критов, а количество критов, ну, маленькое, маленькое количество критов, маленькое. Я думал, что здесь их будет побольше. Соответственно, когда так мало критов вылетает, то у противника есть очень много шансов на откатку, на выигрыш эпизодов. Вот если я по двум танкам наношу, и у меня ни одного крита не вылетает. Ну, что я могу сказать? Что? Что вот я могу сказать в этой ситуации? Блин, подав, накинул. А-а-а-а, блин, ставый час. О, хорошо, шёстко! Блин, вот это халява, конечно, что меня сейчас кританул. Шарик, и все статус-эффекты сработали на противника. Но, типа, это тоже такое визение. Визение, но в этом случае окупилось. Окупилось, и очень жёстко окупилось. Он хотел прожать овердрайв, все статус-эффекты сразу сработали, расходка слетела, и противник, грубо говоря, остался ни с чем. Да, то есть в этом плане очень круто. Но вот сейчас тоже неплохой крит, и добьёт, типа. А, его бомбочка слила. Короче, когда крит есть, жёстко. Пока он не вылетает, ну, тогда как-то так себе не очень круто. Так, у нас уже прошло 5 минут. Давайте ещё пару минут на васпике покатаем, потом переоденемся на викинга. Ловка чай менять не буду, потому что здесь большое количество урона с этим устройством не надо. Ну, а самое главное, чтобы вы наносили урон, да, то есть, и старайтесь сразу находить следующую цель. То есть, не старайтесь накидывать дальше урон по этому же самому танку. То есть, вкинули урончик, крит прошёл, сразу начинаете накидывать по-другому. То есть, с большой долей вероятностью этот танк, которому вы нанесли все статус-эффекты, он сам либо сгорит, либо его кто-то добьёт, либо ещё что-то в этом духе произойдёт. То есть, вы должны работать как можно на большее количество противника. Тогда это будет суперэффективно, и тогда это будет работать жёстко. Вот как, например, сейчас, да, то есть, я нанёс все статус-эффекты, аптечку точно схавал с типа, и плюс ещё, ну, накинул ему довольную хорошую контентовую кучку такую урончиковую. Так, у меня есть 95%. Может, там не вернут, надеюсь? У меня будет овердрайв. Так, два крита сразу сработало. Сразу два крита сработало. Бомбочку тушим. И давайте, наверное, уже переодеваться. Потому что размен на викинге будет в этом плане чуть попроще. Плюс я бомбочку свою прожал. Сейчас будем пробовать уже на викинге тушить. Не знаю, что там по иммунитету надо было. Но, ладно. Стоял такой и пусть стоит. Так, ну и теперь будем пробовать уже заходить где-нибудь так с флангов, широко. И стараться уничтожать. Так, наши пушат. Если статус эффект залетит. Офигеть. Ай, под аптечку. Вот аптечка, конечно, сейвит. Если чел просто в тайминг нажмет аптеку. И у меня в этот момент произойдет крит. То она его просто засейвит. И это, конечно, немножко печально. С одной стороны. Но, с другой стороны, в принципе, таких моментов тоже будет крайне мало. Где аптека будет решать. Залетит у меня крит не залетит. А, нормально. Перевернулся. Я хотел просто своего тиммейта подстраховать. Чтоб у него вдруг не вернули. Так, этого задамажили. Сейчас у меня скоро уже должен быть крит. Вроде вот сейчас должен быть, нет? Надо бы кого-то посильнее найти. Кого критануть. У меня. А, у меня рикошет такой же самый застопил. Понял, понял, понял. Принял, принял. Так, 2-2. И размен продолжается. Походу мы здесь до конца каточки будем на разменчике чисто тушить. Хорошо. Рикошета убрал с радара. Еще бы вот этого викинга убрать с радара. Отлично. Затушил расходку, но не застопил. Потому что имуночка от оглушения у данного молодого человека стоит. Но зато все остальные эффекты по нему сработали. Это не может не радовать. Так, пробуем. Хорошо. В аспику шальной выстрел попали. Так, кстати, флаг сэвится в очень удобной позиции для возврата. Был бы у меня только еще овердрайв. Было бы еще больше возможностей вернуть. Так, у Режига что мы делаем? Я думал, что меня поедет и будет пытаться уносить. Так, на мой хп просто оставил. Типочка. Так, викинга и зиточка. Хорошо. Тоже статус эффектик залетает. Добивается. Ну и здесь противник стоит в очень удобной позиции для меня. Но у нас вернули флаг. Ай-яй-яй-яй-яй. Могут доставить. Могут доставить. Никто там не заезжает, да? Никто не заезжает. Мы летим 2-3. Ладно. Хорошо. Будем пробовать сейчас камбычить. Камбычить, камбычить, камбычить. Камбычить. Так, хорошо. Супер залетела. Залетела супер тема. И мне такая же самая супер тема залетела. Еще одна. 29 килов у меня за практически 10 минут. Но результат не самый лучший. Не самый лучший. Я уже, в принципе, для себя весь вердикт по этому устройству выдвинул и знаю, что вам сказать. Ну, давайте доиграем катку, а потом я уже выскажу свою точку зрения. Так. Хопера, хопера. Нам надо вообще, по идее, зайти где-нибудь слева, вжать овердрайв и попробовать увести. Попробовать увести. По сути, это обычный дефолтный рикошет, только с критом маленького урона и со всеми статус-эффектами. В принципе, если у вас нету никаких устройств интересных на рикошетах по типу... Так, ладно, давайте вжимаем номер. И зелночка. Залетела. Блин, сколько критов с овердрайва залетает. Сочных. Что бы я бы увез? Было бы вообще великолепно. Но я не увезу. По ходу дела. Да, еще одного слил. 36 килов. За 10 минут. Но я там еще на воске, конечно, много играл. Может быть, так бы я себе обтушил, может и побольше бы я сделал килов здесь. Может, каких 50 было бы. Чисто в теории. Так, хопер, хопер. Хопер получил все статус-эффекты. Два крита нанес. Хорошо, три крита нанес. Надо слить, слить. Хорошо. И вот этому еще статус-эффектик. Затушить бы. А, не затушил. Ладно, доставочка есть. Викинг тушит овердрайв, будучи с нейтрой. И с кризисом. Вообще, чел просто жесткий. Чисто наваливает контентику. Но с критом... Вернее, не с критом, а с викингом под овердрайвом критов довольно много вылетело. То есть, так чисто тушить нормальная тема. Ты сразу как бы все статус-эффекты наносишь, и если что, быстро можешь сливать противника. Это точно работает. Это точно работает. Так, было бы неплохо. Вот поэтому крит выдать. Крит, крит, крит. Блин, не залетел. Без аптечки. Ладно, 3-3. Нам надо выиграть. Нам надо обязательно выиграть эту катку. Обязательно надо выиграть эту катку. Так. 50% овердрайва у меня. И, кстати... А, только что упал овер, да? Я хотел только сказать, что сейчас скоро должен быть овердрайв. Наш викинг тушит. Хорошо. Куда увозим? Хорошо. Супер. И теперь даем газочку. Газочку. Только в стенку не врезаться. Отлично, отлично. Давай, 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 давай. Вика рельса. Хорошо, хорошо, хорошо. На 0 хп. Лечу, лечу, лечу. На гуся, гуси, гуси, гуси. Давай, братанчик. Ну, подвинься. Ну, е-мое. Даже доставить не дает толстяк. Так, у меня сразу есть овердрайв. Супер. Овердрайв есть. Единственное, только что... Его лучше сейчас, наверное, не жать. Прожмем его чуть-чуть попозже. Когда будем заходить в атаку, либо у нас будет увозить флаг. У нас флаг уже, кстати, уходит. Можно его, в принципе, тушить, наверное, я думаю. А, это мой хп у типа было. Зря делал. Я думал, что у него фул. Тогда бы это... Получше бы сработало. Ну, ладно. Тех, в принципе, унес. Попытаемся сейчас увести по респу. Если бы, конечно, не тиммейта. То, может быть, что-то у меня бы и получилось. Ну, а так, к сожалению, не получилось. Увести две... Половины минуты до конца. Ну, и надо нам постараться. Либо увести, либо не потерять флаг. Давайте я, наверное, лучше чуть аккуратней поиграю. До, по крайней мере, овердрайва. Да? Хороший рикошетик залетел. Чисто так, на поцелье. А хотя наш тиммейт везет. Нормально. Хорош. Красава. Четко. Овердрайв скоро будет падать. Ну, 5-3 я точно могу теперь уже ездить вперед. Ничего страшного нет. Ладно бы, если бы у нас отрыв был бы в один флаг. Да-да-да. Тогда немножко печальненько. Надо сыграть аккуратненько. А так, в принципе, если у нас уже плюсовый хороший счет, то можно уже тоже подвигаться чуть-чуть агрессивней. Только у нас могут повезти. Могут увезти, могут увезти. Хорошо. Статус эффектик срабатывает. Возвратик не оформляется. Надо-надо-надо тушить, 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 тушить. У вас хорош, бомбочка сущная. Четко. Ты щеночка. Очков уже есть. 46 килов. Ну и 40% овердрайва у меня есть. Овердрайв на право этой пляжике падал или не падал? Вопрос хороший, если честно. На аптечку от Киллфтайминг нажать. Статус эффекты не сработали от Хоппера. Так. Ну и был ли там овердрайв? Вопрос хороший. Попробуем, давайте, наверное, тиммейта подстраховать. Ой-ой-ой, подстраховал такой щегель. Великолепно бомбически застраховал. Что касаемо Харька и Викинга, Харька и Диктатора. С одной стороны, я думаю, что есть смысл попробовать. Да, может быть, с ними будет тоже работать этот рикошет за счет критических выстрелов. Но нужно понимать, что с критов урон намного меньше. Да, то есть тут 10% урона с крита. Но если, например, найти большое количество противника и просто каждому по одному шарику втушить, то это может сработать. Поэтому напишите, интересно вам было бы посмотреть на Диктатор либо Харек. Ну и напишите вообще, какой корпус, да. Если это будет интересно, то попробуем записать. Ну а так, в целом, что я могу сказать по устройству. Оно, наверное, не супер имбовое. Оно интересное. Против сильного противника 100% будет работать. Против, ну такого среднего, слабого противника, наверное, не очень. Потому что, ну можно взять какой-нибудь там страйкер, можно взять фриз, да, и быстрее уничтожать противника. Но в каких-то ситуациях, да, там овердрайв противник прожимает, еще что-то, этот рикошет может зарешать за счет просто обычного крита. Да, есть рикошет, который я тестировал на спецаке, в котором 7 или 8 шариков, и он быстро так втушивает. Его, как по мне, можно реализовать получше, чем этот рик. Но этот рик такой интересный, и я думаю, что на нем надо тоже чуть-чуть прииграться. И тогда уже будет лучше что-то на нем получаться. А так он не супер имбовый. И это хорошо, что он не супер имбовый. Потому что если бы он был супер имбовый, то это было бы, знаете, pay to win конкретный. И все те ребята, которые бы имели бы этот рикошет, они бы, ну, номинально были бы просто лучше, чем любой другой противник, который играет, например, без донатов, там, предметов. Поэтому это хорошо, что он находится в такой, ну, выше, конечно, среднего, но в таком вот балансе. А в целом, ну, наверное, где-то я буду использовать этот рикошет, но не везде. И с викингом показало себя хорошо. Можно даже, я думаю, что там каких-то 70 киллов за каточку тушить. Но это все время покажет, пока что так. Чисто мое первое мнение на этот замечательный рикошет. Хотелось бы услышать ваше мнение. По поводу этого рикошета, поэтому напишите в комментариях, что вы по нему думаете. Поддерживайте, конечно же, видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег, это Tag Team B. Устанавливайте его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов, 50 тысяч танкоинов, итоги которого будет уже на этих выходных. Все нужное для розыгрыша находится в описании. Поэтому чекайте и участвуйте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.